Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. Сегодня у нас в гостях, я очень рад приветствовать, настоятеля храма в честь чудотворного образа Божьей Матери Казанская при Уральском институте бизнеса и управления, протерея Александра Миняйла. Батюшка, здравствуйте и благословите! Здравствуйте, Бог благословит! Батюшка является доктором экономических наук, профессором, почетным работником высшего профессионального образования и науки, ректором института. Батюшка, ничего не придумал? Ну, слишком много хорошего сказал раба Божья Александра. Да, я не достоин этого. Ну, что есть, что есть. Батюшка, ну и, соответственно, тема сегодня образования, как не с вами на нее поговорить, попробовать что-то обсудить, затронуть. В общем-то, предлагаю начать после того, как, напомним нашим зрителям, телефон прямого эфира, по которому они смогут нам дозвониться и задать свои вопросы. 379-65-70, код города Екатеринбурга 343. Ваших звонков мы очень ждем. Батюшка, образование. Да, хороший вопрос задаете, очень глубокий и важный, особенно сейчас для России. Почему? Россия нуждается в развитии, развитии. Она ждет этого развития и в промышленности, и в науке, и, конечно, в образовании. И отсюда нужно понять, что из себя представляет образование. От слова образование, от слова образ. По какому образу мы образовываем человека? Если мы образовываем человека по образу нашего Спасителя Иисуса Христа, то это подлинное, настоящее образование, которое дает возможность человеку подняться духовно, посмотреть на свое «я», что я себя представляю, ну и, конечно, получить те профессиональные знания, которые необходимы для жизни на этой грешной земле. Батюшка, очень часто так говорят, ну или, по крайней мере, бытует мнение, что люди православные, люди верующие, да, и образование – это немного разные вещи. Человек православный, человек верующий, да, это адепт какого-то каких-то таких устоев, часто используют, понимаете, темный лес, там, да, какие-то архаичные вещи. Ну, что вы, я не могу с этим согласиться. Смотрите. Ну, я тоже не могу, когда рядом со мной сидит доктор экономических наук. Да, дело не в этом даже. Просто-напросто, вы понимаете, ведь важно, человек – это духовное существо, важно определить, какова цель в жизни. Вот если у человека цель есть, говорят, человек цельный. И у страны должна быть цель. А если у человека нет цели, говорят, бесцельный человек, но это как-то так. Вот куда его понесет, ветер подует, вот туда он пойдет, все. То есть у человека должна быть цель, сформирована цель, сформулирована цель. Ну и, конечно, мы православные считаем, что целью для человека является спасение, обожжение, приближение к Богу, познание всего того, что нам дал Господь. А именно, чтобы мы были соработниками с Богом. И поэтому, естественно, конечно, образование, вот с той позиции, которую мы с вами рассмотрели, оно очень играет огромную роль в жизни человека и государства. Вашка, вы сказали о том, что Россия требует, государство требует развития, да, в том числе в образовании, в промышленности. А почему это происходит? Ну, вы говорите, его недостаточно, его нет, или что-то произошло, что сейчас требуется это? Ну, оно всегда требовалось, конечно. Вы смотрите, вот, был Советский Союз, система социализма была. Кстати, огромное, положительное в этой системе было, особенно в системе образования. Вот. И, исходя из того, какая система образования, если она научает человека добру, любви и знаниям, то, конечно, эта система формирует человека, формирует человека-патриота страны, любящего свой край, своих родителей, своих детей и свою родину. То, вот, это подлинная система образования. И было, как сказано, вот, наша система образования, она была лучшей в мире. И поэтому мы достигли такой высоты освоения космоса. Еще, знаете, президент Кеннеди, когда мы первые, Гагарин наш, достиг вот таких высот. А я помню, я шел в студентов, и, знаете, вот у меня радость была такая, вот, как-то в жизни, когда сын родился, это уже позже. А вот первый, вот, когда вот я шел в институт по улице, 8 марта здесь и так далее, и вот объявили, что космос, наш человек, это был, конечно, величайший духовный подъем. А что это, почему это случилось? Ну, система образования была очень высокой. Вот, мы считаем, что на каких таких принципах дала формироваться система образования? Первое, это принцип духовности. Человек не может жить без понимания справедливости. Вот в русском человеке оно, это понимание справедливости, оно очень важно. Вот когда человек даже бедный живет, но если все справедливо, то он удовлетворен. А если вот наблюдается несправедливость, то вот, поэтому вот критерии духовности, который, к сожалению, отсутствовал в советской системе образования, он необходим. Это самый главный критерий образования. Второе, это, конечно, фундаментальность. Вот этот критерий в советской системе образования, он присутствовал, да. И третий принцип – это целостность. К сожалению, у нас человек раздроблен, у нас все раздроблено. Даже предметы-то, они вот и в школе отдаются, там, физика, математика, химия, биология, они раздроблены. Зачастую никак не соединены между собой. Да, надо целостно ведь рассматривать. Вот если на таких принципах. И поэтому, естественно, конечно, учитывая то, что сейчас в хозяйственной практике идеи, развитие идей, они играют первостепенные роли, вот почему и система образования является первостепенной для развития страны, для поднятия нашего народного хозяйства, для поднятия благосостояния народа. И вот мы, ну, те, кто исповедует настоящую нашу систему образования, очень приветствуем назначение нового министра и поддерживаем. Вот те выступления, которые прозвучали нового министра, они радуют. Ну, первое – это поднять роль учителя. Ведь мы должны понимать, что такое наши дети. Это будущие граждане нашей страны, это будущие руководители государства, это будущие руководители наших фабрик, заводов. И поэтому, как мы их сформируем, очень важно. И роль учителя, конечно, и должен быть. Но почему заработная плата учителя будет меньше, чем футболиста? У нас все перевернуто, вы понимаете? Вот футболист получает огромную заработную плату, а учитель мизерно получает. А учителя же главнее. Хотя есть такие термины, что вот если бы собирал учитель столько же зрителей, как бы собирает футболист, тогда у него такая была бы заработная плата. Но не от этого она должна отталкивать. Роль учителя – это главенствующая. Дальше второе выступление, что в школе процесс натаскивания на ЕГЭ – это не совсем хорошо. Понимаете, вот у нас такой случай в моей практике, я просто знаю. Вот девочка сдает ЕГЭ по русскому языку. С экспертом совета, беседом, ни одной ошибки не сделано. Все ответы получены на это. А сочинение, вот и ей взгляд такой был, понимаете? Ну, а в тесте, там, по-видимому, я так подразумеваю, хотя не видел, что, по-видимому, должна быть вот так раскрыта тема. А человек по-другому раскрыл тему. Понимаете? И из 100 баллов 30 баллов с нее сняли. Даже эксперт говорит, ну, можно 2 балла там снять было. 30 баллов сняли. О чем это говорит? Что вот это ЕГЭ, натаскивание и вот эти вот тесты, они вытесняют неординарных людей. А ведь неординарные люди, они и создают вот новые идеи. Поэтому вот в обществе все больше и больше будет значение иметь тот, та группа людей, которые выдают новые идеи. Матюшка, вы знаете, у нас тема-то просто обширнейшая. На нее можно говорить и говорить безостановочно. Но я бы хотел сейчас сконцентрировать ваше внимание вот на каком вопросе. Вы сказали, когда говорили об образовании, да, вы упомянули о том, что человек, который любит и почитает своих родителей, человек, который является патриотом своей страны, настоящим каким-то русским человеком, да, в хорошем понимании этого слова сейчас мы берем. Но ведь это отчасти какое-то еще и воспитание. Ну, конечно. Конечно. Мы сталкивались с таким вопросом. В свое время, я помню, дискутировали с бывшим нашим министром образования Свердловской области, сейчас в Нестеров. Он говорил, нет, воспитание в школе это не задача школы. Воспитание это вот семья, а школы нет. Нет, воспитание нужно начинать из детского сада в школе и в высшем учебном заведении. Продолжать его. Ну, конечно. Ну, что такое? Воспитание. Питание чего? Питание души. Ну, оно же требуется тоже. Если мы, значит, проголодались, хочется покушать, душа-то тоже требует, ведь, пищи, духовной пищи. И поэтому, конечно, нужно воспитывать человека. Воспитывать к чему? К любви. Ведь мы, любовь-то, она должна быть, значит, и любви надо много учиться. Батюшка. Особенно любви к Богу я имею. Да, ну, понятно, что мы сейчас говорим в большей степени и в главной степени о любви к Богу, да. А вот вы говорите о том, что образование нужно продолжать, в том числе и воспитание, и в высших учебных заведениях. Вы являетесь работником высших профессиональных заведений, почетным работником. А вот скажите ваше мнение по поводу того, что образование, высшее образование требуется всем повсеместно? Каждый человек должен иметь высшее образование. Или это чья-то прерогатива? Или это необязательно иметь каждому выпускнику школы? Какое лично ваше мнение на этот вопрос? Я мечтаю о том, что все граждане России в будущем будут иметь высшее образование. Вот так вот. А почему бы нет? Вы понимаете, вот смотрите, что плохого, если человек учится в университете? Говорят, вы знаете, он закончил университет и работает продавцом. Ну и что? Ничего плохого нет. Он познал философию, он познал другие науки интересные. Самое главное, что он образован в этом плане человек, он может воздействовать в лучшую сторону при воспитании своих детей. Ну а потом продавец с высшим образованием, он уже более интеллигентный человек. По крайней мере, не должен быть. Согласен. Вот. Общение у него уже с покупателями, это же что плохо? Поэтому, если как мы говорили, что мы ставили задачу в Советском Союзе, что должно быть полное среднее образование в этом отношении, это же неплохо. Так, почему бы высшее образование каждого не иметь в университете? И вот здесь я, значит, мое частное мнение, вот знаете, сейчас пошел процесс объединения вузов, вот создания федеральных университетов, укропнение. Это вот наш министр Ливанов, значит, вот проводил это дело, много очень отрицательного сделал, очень много сделал в этом отношении. Мое личное мнение. Кто-то может не согласиться, вы понимаете. Ну вот, на моем буду, была такая академик Заславская, это когда в свое время в Новосибирске, в Академгородке, академик Аганбеган был, и он организовал группу обучения работник Госплана. И по два-три человека приглашал работников высшего образования. Вот я у него там пять месяцев стажировался в этом отношении. Вот. Она предложила Хрущеву укропнение деревень. И к чему это укропнение привело? Тысячи деревень у нас исчезли. Вымерли, да. А знаете, лет, наверное, семь назад я встречался, приезжал здесь, у нас мы проводили ельинские чтения, и приезжал министр образования Нижегородской области, православный человек. Меня поразило его видение. Он говорит, вы знаете, мы ни одну школу не закрыли в деревне. Не закрыв школу, мы сохранили деревню. Вот. Поэтому вот это укропнение, ну я, по крайней мере, сожалею, у нас создали федеральный университет. У нас был колоссальный, хороший, классический университет. Уральский университет имени Горького. Вот. Обладающий высочайшей степенью школа математиков была, величайшая, понимаете. Вот. А УПИ был заточен все же на технической науке, потому что с индустриализацией нужно было построить такой вот университет, институт, который готовил инженерные кадры. Было правильно. Ну сейчас объединили. Вот я вам просто пример привел, объединение деревьев к чему привело. Посмотрим, к чему это приведет. Но у нас своя система, нельзя вот так вот рушить, понимаете. У нас высшие учебные заведения, они заточены на обучение, на образование, а на науку заточена Академия наук. А совместить так, как в американских университетах, у нас, я думаю, не получится. Батюшка, ну, вы упомянули об иллинских чтениях. Может быть, мы немножечко чуть подробнее расскажем, кто такой Ильин и почему появились иллинские чтения, вообще какие-то такие моменты. О, вы затронулись просто на щемящий, да, такой метод. Иван Александрович Ильин, это, конечно, гениальный философ и мыслитель. Ну, вы знаете, что вот в свое время Германии повезло, огромный пласт ученых, интеллигенции в 20-х годах выехала, значит, на философском, так называемом, теплоходе, и вот Ильин. И среди них был, да. Он не приветствовал, вот, революцию, и поэтому, значит, покинул страну. Ну, покинул, потому что был приговорен к расстрелу, потом, учитывая, что по Гегелю, он был одним из крупнейших работ, его была по Гегелю и Ленину, вот, так сказать, вот помиловал, что ли. И он выехал там, организовал, значит, юридический факультет, был деканом. А затем при приходе фашистов Гитлера бежал в Швейцарию, ну, и Швейцария бы его выдала, и он погиб бы, конечно, но наш композитор Рахманинов 35 тысяч франков заплатил за него, и вот он в Швейцарии был в 55-м году. Работа Ильина, это, конечно, это сказки, сказки. И вот, знаете, огромную работу проделал доктор Федерат Лисица, значит, москвич. Он начал поднимать эти работы. Его супруга бесплатно, около 10 лет переводила его работы с немецкого, и стали издавать эти работы. Ну, и, значит, вот так получилось, что мы прикрепели к этому. И вот Господь так распорядился, что я участвовал в делегации по перезахоронению Ильина в Швейцарии. Ну, и вот мы, значит, думали, вот как уже памятник сродить. Вот у нас, при институте, у нас во дворе, прекрасно, при храме создан памятник Ивану Александровичу Ильину, первый в стране. И у нас читается курс «Философия совершенства Ильина», полное собрание сочинений. Поэтому всех сейчас желающих, у нас сейчас библиотека будет открыта, для всех желающих, кто желает почитать, приходите, будем выдавать. А вот что-нибудь такое, что бы зацепило наших слушателей про Ильина, какие-то вот факты или какие-то слова? Почему для вас Ильин это человек с большой буквы? Прогноз его практически на 100% оправдался. Он сказал, что Советский Союз распадется, значит, насколько государство только ошибся. Но самое главное, он сказал, что нам нужно делать. Он сказал, что с Запада поедут на учителя, учить нас будут в это. Поэтому должна быть определенная власть, диктатура, сильная власть должна быть. И вот если бы вот Ельцин читал Ильина и пошел по Ильину, у нас Россия бы по-другому. Немножко по-другому. Да, немножко по-другому получилось. Поэтому вот в этом. Ну, язык, конечно, Ильина, его размышления, конечно, не пришлось бы послушать, но, как говорят очевидцы, что лекции он читал превосходно. Превосходно. Вот. И поэтому вот эти работы в нашем институте, они очень изучаются нашими студентами. Ну, к сожалению, сейчас у нас меньше студентов, значит, это чиновники от Рособнадзора, значит, приостановили аккредитацию, потом прекратили аккредитацию. Вообще такой вот сбой получился. Хотя, видите, получилось так, что при нашем институте впервые построили мы храм, студенческий храм во имя Казанской иконы Божьей Матери. Еще это благословение мы получили от отца Николая с остров Залит. Вот. И студент, и профессура, вот, строил этот храм, кирпичики. Как-то в прошлом году я поехал покупать цветы, значит, при храме, вот, встречаюсь у студента, он у нас учился, да, значит, там вот менеджером. Говорит, а вот я это самое, в кинофильмы создали, я, говорит, кирпичик, они покупали кирпичик, носили жертву и подписывали. И вот это все мы засняли на кинофильм, все это дело, вот, то есть практически отдыхают, очень хорошо. И как-то у нас сложности было, денег не было, строить храм. Мы поехали к старцу, значит, отец Иоанн, это в Томске, под Томском монастырь, там есть Могочино. А он говорит, вы начните читать Акафис Казанской иконы Божьей Матери, Господь вас даст это, вы понимаете. Ну и мы начали читать, только четыре понедельника прочитали, раздается звонок, здравствуйте, здравствуйте, вас беспокоит фонд русский предприниматель, Списарев у нас предприниматель такой, вот мы узнали, чтобы строить храм, мы решили пожертвовать в кирпич. Много чудес произошло в этом этаже. Вот у нас сейчас уже 16-й год, мы читаем, неделю начинаем с Акафис, это Казанской иконы Божьей Матери. То есть любой желающий педагог, это студент или... Не вольник, не богомольник, поэтому мы здесь желающие. Потому что, ну, два человека молятся, уже хорошо, мы молимся за студента, за профессуру, кто там, это уже такое дело. Да, батюшка. Вы, знаю, читаете очень интересный курс, называется... Для кого-то интересно, для кого-то нет. Хорошо, скажем так, для кого-то интересно, для кого-то нет, но необычный курс. Духовно-нравственная экономика. Да, есть такой курс, да. Просто я, будучи тоже студентом различных университетов, изучал политэкономику. Духовно-нравственную экономику я никогда не слышал, честно говорю. Ни одного упоминаю в учебниках и... А это, потому что это новое научное направление, разрабатанное у нами. Мы создаем школу духовно-нравственной экономики. Вот, к сожалению, пока еще аспирантов нет, так, но есть статьи других участников нашего, где есть сюда. Да, это новое научное направление, которое совершенно по-другому рассматривает народное хозяйство. Батюшка, я предлагаю вот на эту тему чуть подробнее поговорить после того, как примем телефонный звонок. Хорошо. Вам предлагаю сейчас поправить ухо для того, чтобы вы расслышали телефонный звонок. Чуть-чуть сзади находится, да-да-да. Здравствуйте. Давайте мы с вами сейчас познакомимся, откуда вы нам дозвонились, как вас зовут, и мы внимательно послушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прихожанка храма Казанской Божьей Матери, отца Александра. Хочу поздравить отца Александра со всеми его юбилеями. Я думаю, что все наши прихожане присоединятся к нам, ко мне именно. У него было в этом году 75 лет со дня рождения, 10 лет со дня хиротонии и 5 лет, как осветили нас в храм. И так же ему еще присвоили звание заслуженного работника высшего образования, по-моему, так называется. Отец Александр, мы вас очень любим и поздравляем вас со всеми праздниками. Ну, спасибо, конечно, но это не для общего эфира. Спасибо, конечно, но то, может, получится как заказной вопрос. Мы этот звонок не готовили. Батюшка, и все-таки, возвращаясь к вашей работе над вот этим курсом. Вы понимаете, с чем он сталкивается в этот курс? Первое, экономику нужно рассматривать. Ну, понятие там уже профессиональное хозяйство, экономика, понятие хозяйство более сложное, чем экономика. Ну, мы упрощенно считаем, что экономика как хозяйство рассматривается. Мы должны с вами ответить на вопрос, какое общество мы строим или должны строить? Ну, какая цель у страны? Какое общество? Потому что мы же с вами договорились, что если у человека нет цели, то он бесцельный. А если бесцельный, у страны нет цели, то тоже же это, понимаете? Если мы строим капиталистическое, а сейчас мы капиталистическое, значит, вот, хозяйство построили, аллергическое, то сейчас уже время показывает, что капитализм идет к закату. У него нет будущего. Хотя и нет будущего. Вот мировой опыт показывает, что сейчас экономическое положение всех стран выровнялось. Понимаете? Если раньше был разрыв, так называемые, значит, развитые страны и развивающие страны, которые догоняют эти развитые страны, ну, если Западная Европа, Америка, это развитые страны считались, вот, то сейчас это выровнялось. Но внутри стран колоссальный разрыв между бедными и богатыми. Далеко ходить не надо, Россия. Ну, это тоже плохо, конечно, да. Это чревато социальными взрывами, недовольствами людей. Ну, и самое главное, чувство справедливости. Если нет, вот это человек не ощущает, что вот это несправедливо, понимаете, то нет удовлетворения. И, исходя из этого, мы формулируем, что мы должны строить духовно-нравственную цивилизацию. И в этой духовно-нравственной цивилизации как раз и должна быть экономика, духовно-нравственная экономика. Это экономика, базирующая на православных духовно-нравственных ценностях. И в ней все экономические категории, которые присущи капиталистической экономике, они совершенно по-другому рассматриваются. Вот мы должны создать теорию. Вторая задача, которую мы сейчас решаем с группой ученых, значит, мы должны написать свой учебник по теоретической экономике. Мы сейчас этим делом занимаемся. Мы не можем учить молодежь по американским учебникам. Это как пятую колонну готовить, вы понимаете? Потому что те принципы той экономики, которая существует, она неприемлема для России. Батюшка, ну лично перечитал энное количество экономических учебников, теории, писал когда научные работы, все ссылки, сноски, все на западные учебники, на западные теории, на европейские ценности. Да, вот Ильин говорил, что запад придет и учить, наверное, будет Россию. Не надо, значит, вот падать на колени перед ними. Нет, у нас великая страна. У нас президент Владимир Владимирович Путин, который практически собрал все, вот она разваливалась, собрал ее. Ну и, конечно, идет независимую такую политику, которая, значит, она такой рейтинг высокий от этого. Вот, а поэтому та экономика, которая сейчас у нас существует, она не будет приемлема для России. Мы должны, конечно, россияне не будут жить богато, но достатки должны жить. Так, вот здесь давайте маленькую паузу сделаем, люфт, скажите, что значит богато и что значит достаток? Ну, богатство, вы смотрите, бог и адство, понимаете, что понимать под богатством, да, если духовное богатство у человека, то это совсем другое, а если материальное богатство, ну, что? Как пришел, такой и уйдешь ведь. Хорошо, достаток. Ну, это достаток, конечно, потому что экономический человек должен быть, вот либералы нам говорят, о, вы понимаете, в Советском Союзе, смотрите, в магазинах не было чего купить, а сейчас, смотрите, все завалено. Ну, завалено продуктами, завалено там варами, а если у тебя денег нет, ты экономически уже зависим, поэтому достаток, человек, он должен быть экономически независимым. Вот, и поэтому, вот, если мы в цель поставим, что будем строить духовно-нравственную цивилизацию, отсюда главное в государстве это человек, это все нужно сделать для человека, а отсюда, конечно, вот, развитие начинает образование, отсюда вот и большое внимание нужно делить в школе, подрастающему поколению. Это наше будущее, мы должны передать им. Вот, понимаете, у меня есть сравнение, вот, та школа, в которой я учился и которая сейчас. Значит, вот, как-то в этом году я был на выпускном вечере 11 класса, ну, не буду называть школу, понимаете. И вот учителя, значит, там, изучение английского языка, значит, получила там такой-то, значит, диплом Американской Академии. Это все так это поднимается. Превозносится, ставится в угол, да? Да, да, я понимаю. Так русский язык, это же божественный язык. Ну, смотрите, помилуй меня, Боже, помилуй меня, Боже. Вот в этом помилуй меня, Боже, это все, это и боль, и сострадание, и любовь. Ну, как вы переведете на, значит, на английский язык-то? Help me, что ли? Ну, что это? Help me, меня. Понимаете, да. Поэтому, конечно, это же божественный язык. Поэтому, конечно, наш язык нужен. А вот это вот, который ЕГЭ, значит, и вот подписали Болонскую систему, то это ЕГЭ к чему приводит? Еще раз повторяю, что это натаскивание на сдачу. И получается, что первый тест, который я всегда задавал, который приходят в школьники на первый курс, знаете какой? Нет, не знаю. А я вам скажу, куда впадает Волга? Волосы дымом встают. Не могут ответить, куда впадает Волга. А у нас учителя были, они пришли с войны. Секунду, сейчас загуглю. Я пошутил. Пришли с войны. И поэтому у нас 19% учителей были мужчины. Вот. Ну, раненые там все. Но совсем другое обучение было. Поэтому сдавали экзамены там. Все, и мы знали географию. Я помню, географ нам читал. Понимаете, он так читал. У меня, значит, в сердце, в дужу запало. Валдайская возвышенность. Я что-то такое детским умом представлял. Что такое Валдайская. Я так мечтал побывать на этой Валдайской возвышенности. Вот сколько лет прожил все побывать на этой Валдайской возвышенности. Понимаете? Или истоки, значит, Волги. Как вот, где она? Это вот. А сейчас получается, что географию, значит, вот ЕГЭ нет. И поэтому все идет натаскивание. Географию многие не знают. А что такое не знать географию? Понимаете? Ну, это, наверное, то же самое, что не знать природоведения в третьем-четвертом классе. Основ. Основ. Почему ночь сменяется днем? Да, конечно. Но самое главное, понимаете, вот наша страна ведь, вот что? Это же, вот, что значит любить свою родину? Надо же еще знать, что вот наша тайга, это же очищает весь воздух планеты. Амазонка, амазонские леса и наши, так по идее, если бы мы были, если бы страна, все наши развитые страны, которые кичатся, они должны нам платить мзду за то, что наша сибирская тайга очищает планету. А вы загрязняете ее. Понимаете? Вот. Поэтому вот такие пироги. Матюшка, позвольте мне задать вам непростой вопрос. Образование в современной России на каком уровне? Тяжело ответить, понимаю, разные очень, да, вещи. Ну вот, опять же, ваша точка зрения, ваш взгляд. Высшее образование. Ну, есть, вы понимаете, мы должны, значит, вот свою систему рейтинга освоить, критерии, что должно быть. Исходя по этому критерию, я считаю, я считаю, может, я ошибаюсь, что при каждом университете должен быть храм. Понимаете? Вот. Не храм при университете, а вообще в университете при храме. И поэтому, конечно, можно научить специалиста... Хорошо считать. Хорошо считать. Освоить, значит, вот профессии. Очень хорошо. Но мы же с вами договорились, что надо воспитать, питать чего? Души. А без храма как? Должен быть храм. Понимаете? И поэтому вот те студенты, которые настроили храм, я понимаю, тут были такие тяжелые, грязные работы. Там надо было, значит, чистить от глины, все. Вот это вот не прошло даром. И вот у нас очень красивый храм стоит. И вот нет, нет, да и студенты заходили. Понимаете? Это же очень хорошо. Поэтому пока уровня образования, которое было в Советском Союзе, я считаю, мы не достигли. Не достигли. Нам надо вернуться к нашим истокам, к нашим реалиям и к нашим тем методикам, которые были присущи для нашей России. Вот. Не надо копировать. Любое копирование, будь то вы в технологии, вы всегда отстаете. Нужны передовые идеи. Поэтому смотрите, вот, в Финляндии, говорят, хорошее образование, ну-ка они взяли, переняли у нас. Китайцы у нас взяли систему образования, изменили. Вы знаете, что сейчас в Китае, я так вот уже читал, может, я ошибаюсь, что нет экзаменов. Да. Да, а зачем экзамены-то? Зачем зубрежка-то? У них беседа. Понимаете? Больше практики. Поэтому, вот, надо перестроивать систему образования. Надеемся на нового министра. Очень надеемся. Батюшка, вот вы упомянули о том, что когда в свое время, еще будучи молодым человеком, вы шли по 8 марта, да, вам, вы услышали новость о том, что Гагарин, первый человек на Земле, который полетел в космос. Также знаю, что вы имели возможность сравнивать образование американское с Советским Союзом, да? Вы же учились за границей. Значит, так получилось, вы понимаете, в 1977 году делегация такая, нас отправили, я был в Канаде, был университет Вестон-Онтарио, такой старейший университет Вестон-Онтарио, по научной работе. И там школа бизнеса была. Кстати, в 2014, кажется, году могу ошибиться, вот, все американские школы бизнеса потерпели поражение. Значит, 4 места заняли французские школы бизнеса, а 5 место вот школа бизнеса канадская Вестон-Онтарио. Вот, и, да, я прослушал там два курса школы бизнеса, фон Лонцнаур читал, значит, вот, лекции, значит, по рыночной экономике. Все тогда, прослушал я это дело. А потом меня пригласили, я читал курсы планирования, значит, у нас же плановая экономика была. Это же вообще достижения колоссальные, конечно. Вот. Ну и, конечно, наши университеты были наголо выше их. Моё мнение такое. А сейчас? А сейчас вот, сейчас после того развала, который в образовании, развал образования был, это переняли баллонскую систему, это, значит, бакалавр. Поясним нашим уважаемым зрителям, если кто не в курсе, что такое баллонская система, ну, к примеру, магистратура и бакалавриат, да, введение. Ну, у нас неплохая система была. Специалитет. Специалитет, это как полуфабрикат, вот вроде бы это. А у нас пять лет было образование. Может, это было связано, конечно, с экономическим положением, что пять лет учить, это больше затрат, конечно, в этом отношении. Но потихоньку-потихоньку мы возвращаемся к своей системе, исконной системе образования. Я думаю, что вот создание единого учебника по истории, дальше введение вот сочинений уже, это же вот такие... Это некое возвращение обратно, да, всё-таки? Конечно, возвращение на другом уровне. Но на другом уровне. Вот, поэтому будет именно, если мы не будем копировать западные модели, а возьмём самое лучшее, может быть, из них что-то есть, да, вот, и пойдём вперёд. Я глубоко уверен, что в России, значит, система образования будет одной из лучших в мире. Одной из лучших в мире. Так же, как вот, что такое поэзия в России? Поэта-то же, понимаете, это посланник Бога. И поэтому к поэзии всегда в России относились. То есть появился наш Пушкин, знаете, это же Лермонтов, это что-то невероятное для России. И поэтому вот возвращение к своим истокам, к своим корням, к своим ценностям, к чему призывает наш президент. Это ценности наши. Ну, это... Пусть, а какие у нас ценности? Может быть, это прозвучит странный вопрос, но мне кажется, что как раз очень много говорят с телевидения, очень много говорят в программах о том, что современное поколение не знает ценности, или ценности разные, ценности там у одних такие, у других другие, смена ценностей и так далее, и так далее, и так далее. А каким мы ценностям должны идти, вот по-вашему? Каким ценностям? Вы смотрите, молодой офицер, да, и так далее, вызвал огонь на себя. Вот, вот, что значит, вот, вот, и можно сформулить, какая ценность? Вот как он воспитан? Самопожертвование. Да, самопожертвование, понимаете, во имя блага своей родины, чести, офицерской чести. Вот, величайший поступок сделал, это же быть духовно великим человеком, быть, такой поступок совершить. Поэтому ценность, конечно, но первое, любовь к родителям, это не ценность, родители это святое. Как написано в Евангелии, если не почитаешь родителей, то сокращаешь время пребывания на этой грешной земле. А под родителем понимает все старшее поколение. Мы, конечно, менее умные, чем сейчас молодые, но мы, считаю, более мудрые, потому что совершали определенные ошибки. И на этих ошибках уже нельзя учиться на своих ошибках, надо на чужих ошибках учиться. Батюшка, еще один телефонный звонок у нас. Любовь к родине. Да, пожалуйста. И потом продолжим тему, хорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина, я из Казани. Очень приятно. Слушаю вас внимательно. Валентина, из Казани. Я хотела бы поблагодарить батюшку за прекрасную беседу, за вопросы, которые волнуют особенно родителей, в частности, по образованию, по этим ЕГЭ, которые откуда неизвестно взялись и практически травмируют психологически, психически детей. А знаний от этих ЕГЭ абсолютно никаких нет. Наши, вот я сама-то росла в Советском Союзе, у нас были прекрасные педагоги, прекрасные образования были. И высшее образование в том получила. Поэтому я поняла его смелые высказания, хорошие высказания и его мнение об ЕГЭ, которые ни к чему хорошему не приведут и не привели в деле образования нашего подрастающего поколения. Ну, еще раз его мнение услышать, потому что он достаточно смелый обо всем говорит. Спасибо большое за то, что вы слушали меня. Ну, спасибо. Вот вы затронули очень интересный вопрос. Вот смотрите, начинается ЕГЭ. И у нас по телевидению, там у нас, значит, чиновники от образования говорят, вот установили столько камер, забрали все телефоны и прочее, прочее, все. И дети идут на ЕГЭ. А у меня возникает вопрос, а где же была школа, 11 лет они учили, не научили порядочности и нравственности, что нельзя списывать, нельзя красть, понимаете, знания. Нужно, ну, то, что есть, то и покажи. Ну, а что это камеры? Да это же что, это же не тюрьма, вы понимаете, это же школа, это же храм науки, просвещение. И вот сейчас мы докладываем, что вот так мы проводим, что у нас сейчас столько закупили камер, у нас все это отслеживается, в туалет нельзя выйти, чтобы это там, чтобы что-то, ну, ну, это же, вот, это о чем говорит? О духовной, значит, слабости. Ну, конечно, значит, 11 лет мы не воспитали в человеке нравственный поступок, нравственность, что вот это не надо делать, это нехорошо. Потому что это сделаешь, не спасешься, все равно за все нужно будет платить. Списал, что-то не доучил. Я когда принимал экзамены у студентов, я, пожалуйста, хоть что-то списывай. Ну, если я, допустим, значит, вот мне пришлось организовать новую специальность, на Урале была прикладная информатика тогда, когда я еще приехал из Канады, не было. Я знал, что написал Иванов, Петров, Сидоров, понимаете, если он спишет, так все понятно. Сейчас ведь важно не научить, что вот что-то кто-то делал-делал, важно научить, как взять информацию, откуда ее взять и как ее использоваться. Потому что, значит, вот ведь мы сейчас столкнемся с глобальными такими проблемами, как называют там цифровое общество, значит, вот создание вот этих... Копатизированное общество. Да, это, конечно, сложный процесс. Мальчика, поделитесь своими мыслями и мнением, мы перед программой с вами заговорили о Южной Корее, да, по-моему, вы поделились. Я слышал такое, что с точки зрения, что вот в автомобилестроении Южная Корея, в общем, ориентирован на американский рынок, но они пошли каким образом? Не просто хорошие машины делать с тем, чтобы их можно было продавать, а делать такие машины, которым на вторичном и на третичном рынке можно было продавать. И самое главное, да, поэтому они обратили внимание на производство двигателя. И там все полностью роботизировано производством. Не используется ручной трус. Да, да. Почему? Потому что, ну, фактор человеческий, знаете, там не докрутил, там не довинтил, и получилось. Настроение плохое, забыл. Нормально, всякое бывает. А здесь роботы уже это. И поэтому, конечно, вот мы сейчас уже должны готовить. С приходом шестого технологического барьера пойдет сплошная роботизация, особенно в машиностроении, освобождение колоссальное, значит, освобождение людей. А вот мы как-то вот развиваемся все. Вот смотрите, у нас в нашем городе, смотрите, не глянь, торгово-развлекательный комплекс. Торгово-развлекательный комплекс. Ну, это же неэффективно будет. Китай идет на производство не просто магазинов, а интернет-магазинов. А эти же построил ты вот эти махину, а учитывая наш климат, значит, стена, если там в Бразилии из фанеры сделал завод сборочный цех, то нам надо метровые стены. Это же капитальные затраты. То есть в этом отношении не конкурентно мы способны. Ну, я затронул, я вообще против понятия конкурентные, понимаешь? Потому что вот мы сидим, ты мой брат. Да, я надеюсь на это. Ну, конечно. Ну, по-христиански. Мы же все братья и сестры, понимаете? А здесь говорят конкурентные. А что такое конкуренция? Я студентам объясняю. Вот конкуренция. А мы в России должны конкуренцию заменить на что? На кооперацию. Вот вы производите рубашку, да, и у вас очень хорошая строчечка получается. Ну, пуговицы вы пришиваете не совсем удачно. А у меня тоже рубашка, но строчку не могу сделать, но за пуговицы хорошо приживаю. Мы с вами кооперируемся. Энергетический такой, синтетический... Слово забыл. Эффект получается. И все. И не надо это. Мы найдем всегда на рынке. Поэтому конкуренция – это для капиталистического способа хозяйства. Телефонный звонок, батюшка, есть? Да, пожалуйста. Режиссер эфира. А, нет, к сожалению. Сорвался. Так, батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот еще на один вопрос. Ваш ответ и ваша точка зрения. Если образование, то, которое существует, и то, что мы делаем, да, и то, куда оно направляет, вот эта рыночная экономика, вот эти вот мега-развития, да, там, эволюционное развитие техники, технологии и так далее, если это тупиковое развитие, ну, в некоем случае, ну, в некоем понятии, или как это? Вы понимаете, ведь рыночная экономика, говорят, рыночный рынок – это же не панацея. Рынок – это механизм, который можно использовать. Где можно рынок использовать? Используйте, пожалуйста. А где плановое хозяйство надо использовать, механизмы? Есть в плановой экономике, есть и положительные моменты, и отрицательные моменты. Есть положительные моменты, ну, развитие, значит, космоса, допустим, может рынок внутри страны прорыв сделать? Нет, конечно, без помощи государства мы просто не можем это сделать, потому что это, значит, вот длительно. Я вот помню, значит, вот знаете, ваше поколение, может, вы не знаете, Иосиф Виссарионович Сталин строил дорогу по северу, а при власти Хрущев пришел и эту дорогу… Вы перестали это делать. Я смотрел исторические фильмы, хроник у меня. Так вот, смотрите, а вот сколько лет, как стратегический мысль был, вот что-то мыслил. Вот сейчас 50 лет, вот когда Северный путь у нас, вот эта дорога-то была, как она сыграла бы, понимаете? Так же, как царь построил Транссибирскую магистраль. Это же, ну, ни одна страна мира не могла, значит, такой проект решить. А мы, не имея экскаваторов, там еще что это, понимаете, за 8 лет построили такую величайшую дорогу Транссибирскую магистраль. Кстати, между прочим, вот по этой магистрали, я и родился, вы знаете, когда мне было 70 лет, наша киностудия делала кинофильм. И была при вокзале, это в МИАСе, значит, первая станция в Транссибирской магистрали была построена. И там больничка была. И я как глянул, а там, значит, деревянное здание и на фасаде, например, в 1914 году. И она сохранилась. Я мэром МИАСа как-то встречался, говорю, ну, сохрани это здание. Царь еще построил. Так я родился, оказывается, в поликлинике, в которой царь. Царь. Учился в Горном институте, который был первым императорским университетом. Я и не знал в этом отношения. Понимаете? Вот так Господь привел. Врач, не так много времени остается. Хочу вас спросить, что вас сейчас волнует в образовании? Чему бы вы учили? Чему вы и учите, в принципе, да? Чем вы занимаетесь? Куда вы направляете свои усилия? Ну, видите, вот получилось таким образом, что вот нашему институту было 26 лет, но вот чиновники от Роснадзора провели проверку и лишили нас аккредитации. Вы знаете, у меня сегодня счастливый день, что у нас... Мы переживали очень тяжелые времена, потому что говорят о конкуренции. А какая конкуренция? Государственные вузы. Они имели здания. Они имели финансирование. А мы ничего не имели. Мы должны были построить свои здания. Мы должны через науку, через бизнес добавить деньги с тем, чтобы оплата была невысокая у студентов в этом отношении. Очень конкуренция несправедливая такая была в этом отношении. Конечно, была в этом отношении, да. И вот мы в 2015 году получили, провели аккредитацию, прошли. Серьезно было это. Пришла эта комиссия, все. И, значит, вот это уже был, по-видимому, политический заказ. У нас вот пять вузов на Урале, значит, это самое. Никто не заступился, вы понимаете, все. Но я рад, что 20 студентов сказали. Уходили студенты по разным причинам. Переводили мы студенты. Почему? Ну, потому что надо иметь кто-то от армии, значит, освобождение. Кто-то, значит, диплом должен быть государственного расцарства с тем, чтобы не примут на работу, допустим. Но так получилось, два года мы эффективный вуз был. Значит, у нас 70 тысяч литература. Вот сейчас вот куда ее девать-то, понимаете? Сто компьютеров и так далее. Вот говорят развивать малый, средний бизнес в этом отношении. Сорок человек сейчас рассчитали преподаватели. А студенты остались, говорят, мы хотим закончить этот вуз. Вот мы сейчас по-новому их будем учить, понимаете? Вот это меня, в общем, так это... И я, конечно, обращаюсь к православным, значит, предпринимателям. Надо помочь этому институту. Нельзя, чтобы этот наш... Я считаю, это у нас уникальный вуз. Нельзя стремиться вот все к величине. Должны быть и маленькие вузы. Где у нас вот совершенно такое семейное... Другое образование. Семейное было, да, и так далее. Но у нас все устроено. Ну, а что, если качество у нас, если все трудоустроены были, 6% в 2014 году образовали свое дело. У нас во всех окнах, в ФСБ работает, в налоговых, в Таможни у нас работает, даже в Екатеринбурге есть, пожалуйста, наши выпускники везде работают, они все устроены. Многие свой этот... Бизнес открыли. Бизнес открыли, да. Ну, бизнес, я считаю, бизнес плодит компаньонов, а вера рожает поборников добра и любви. Поэтому к любви, к любви больше. Поэтому, когда мы принимали студентов, мы говорили, все, ты пришел к нашу семью. Все. Все для студентов в этом отношении. Ну, вот мы сделали. У нас картинная галерея создана, 15... Значит, 150 полотен. То есть каждый месяц мы делали выставку художников и одну-две картины закупали. И так накопилось у нас в каждой аудитории. Помимо икон у нас, конечно, картины висят. Значит, храм свой построили. Памятник сделали Ильину, Ивану Александровичу Ильину. Осветили его, владыка наш осветил его. Маленькая семья настоящая. Да, маленькая семья. И я считаю, что вот это нам урок, значит, что... Мы сейчас, значит, вот посмотрим, какие критерии это важнейшие в МГУ. И будем добиваться вот уже на новом уровне. Пусть без аккредитации, но совершенно по-другому. Будем быть комплексно. Понимаете, мы сейчас разработали такую программу для этих 20 студентов, что не просто предметы по предметам, а вот что важно для экономики. Мы спрашиваем предпринимателей, директоров заводов, что для вас важно, чтобы экономист знал. Вот то-то, то-то, то-то. По информационным технологиям. Что самое важное? Какие языки, допустим, понимаете? Вот 1С, к примеру, там, надо знать. Далее, что в гуманитарной части, духовной части. Ну, у нас же с организацией института, мы же «Основу православия» читали. Всегда «Основу православия» такие предметы, как «Как создать, сохранить семью». Я девочке говорю, ну, вот если ты не знаешь, но закончишь институт, допустим, с красным дипломом, ты останешься старой девой, что толку-то от твоего диплома? Тебе надо научить, как создать и сохранить семью. Это же очень важнейшее. Где преподается? Ни в одном музее не преподается. А это же очень важно. Так у нас получается, что у нас и 100 семей, если в России в свое время и 100 семей, там, значит, 1-2 процента, а сейчас 90 разводятся. Или живут так называемым гражданским браком. Это в блуд. А это же все скажется на детях, понимаете? Поэтому такой предмет нужен. Мы читаем. И, знаете, студент отвлекается на этот предмет. Очень интересно. Это уж не важно. Как создать? И самое главное, сохранить. Это же притирка. Все. Или философия совершенства или на. Ну, это уникально у нас. Наталья Александровна считает. Я вынужден уже попросить вас закончить, подвести небольшой итог. Потому что у нас время подходит к концу или даже, скорее всего, уже закончилось. Дорогие телезрители, я глубоко уверен, что Россия сейчас на пути развития, на пути тот, который приведет к вершинам нашей Родины. Потому что наш президент Владимир Владимирович Путин все делает для того, чтобы именно отстоять нашу независимость, отстоять нашу самостоятельность. Конечно, не все в экономическом блоке в порядке у нас. Еще и либеральные идеи, они очень-очень. Это не зря там эхо Москвы набросило нашего министра. Мы надеемся, что у нового министра тяжело будет. Но вот учителя, я думаю, что вот все те начинания, которые прозвучали уже, они воспринимают положительно. Поэтому мы ее поддержим. Спасибо большое, батюшка, вам за эту беседу. Непростая, на самом деле, беседа. И даже местами острая. Но, надеюсь, нашим зрителям она понравилась. Дорогие друзья, настоятель храмов честь чудотворного образа Божьей Матери Казанская при Уральском институте бизнеса и управления. Протерей Александр Миняйло, доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования и науки, ректор института. Батюшка, благодарю вас. Спасибо, что вы пригласили. Но, извините меня, раба Божья, если что не так. Минуточку. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok